виталий приветствую тебя торговая сессия вторника наша традиционная встреча ее цель обсудить рынки и подсказать нашим подписчикам тем кто следит за нашим совместным контентом какие есть актуальные возможности как их можно использовать и вообще за какими инструментами стоит поглядывать мы этим занимаемся с тобой уже не первый месяц и будем я надеюсь и дальше продолжать это делать хорошо то что торговая сессия вторника как правило проходит под предлогом того что впереди вот в рамках недели важные отчеты и у нас есть возможность подготовиться как раз к ним эта неделя прям неделя заседаний мировых центральных банков сегодня знаем состоялось уже 20 данные зерного банка австралии и банка японии ключевое событие это заседание федеральной системы которая ожидается собственно в среду то есть сегодня она стартует итоги будут подведены разумеется об среду это событие которое окажет самое серьезное мощное влияние на позиции американского доллара и мы должны быть готовыми к определенного рода волатильности всплеску и развитию конкретных сценариев ну миндекс доллара мы с тобой всегда комментируем поэтому я думаю что сегодня тоже нашу аудиторию не ставим без какой-то точки зрения так ну что давайте начнем с меня как раз я уже сделал акцент на американскую валюту текущей котировки 103.50 это индекс доллара как все прекрасно видит рост продолжается просто является продолжением прошу прощения за татологию именно выхода блока макроэкономической статистики и реакции на него трейдеров еще с прошлой недели потому что на прошлой неделе мы анализировали данные по инфляции это и основной на потребительские цены компонент промышленной инфляции был еще отчет по уроничным продажам целом можно сказать что розница это тоже индикатор того что происходит с потребительской активностью и того как и она может повлиять на показатели инфляции если обобщить опять же в целом и сделать какой-то единый вывод на основании тех релизов которые вышли можно сказать следующее то что инфляционные риски в американской экономике сохраняются об этом много раз говорил сам американский регулятор заседание федрезерва ставка безусловно останется на прежнем уровне нас интересуют прогнозы по экономическому росту инфляции и ответы на вопросы паула потому что вопросы точно будут однозначны когда что и почему плане изменения может произойти с ключевой процентной ставки перед тем как мы собственно подойдем заседание федрезерва хочу обратить внимание что на данный момент если делать отсылку на инструмент под его чтул вероятность снижения ставки в июне составляет уже 50 процентов время как в конце прошлой недели эта вероятность была в районе пятидесяти семи процентов то есть рынок начинает постепенно даже пересматривать собственное оппозиционирование смещается вот эти ожидания по смягчению политики уже даже на июль да ситуация может измениться это бесспорно она может измениться очень быстро но наверное прежде чем это произойдет и если это произойдет нужно получить дополнительные свидетельства виде определенных изменений на американском рынке труда и уже новые проанализировать данные по инфляции за март это разумеется будет не скоро то есть еще придется как минимум две-три недели подождать а на текущем этапе я думаю что этого будет достаточно чтобы трейдеры затащили доллар в район 104 пунктов и сегодня как раз я считаю что вот этот рост который уже постепенно продолжает набирать обороты он будет продолжен до конца торговой сессии завтра перейдет в новую фазу роста и достигнет того уровня локального максимума который я отметил короче у меня нету пессимистичных отношений и настроений в отношении доллара я думаю то что здесь позитив среди покупателей будет оставаться таким же сильным так что касается золота в комментариях спрашивают как что делать золотом сейчас золото преддверии свидания федеризерва будет очень волатильным тем более что сейчас на золото давит и доллары растущая доходность американских облигаций сегодня показатель уже 4,32 процента по десятилеткам и это инструменты которые влияют друг на друга очень высокие показатели корреляции рост доходности трежери снижает или скажем то нет повышает альтернативные издержки владения недоходными инструментами которые не приносят процентного купона дохода золота вот в данном случае здесь одна из главных жертв и я думаю то что вот это снижение оно продолжится и мы можем при опять же развитие событий связанных с ростом доллара как постфактум итогов заседания федеризерва золото может оказаться чуть ли не в районе 2 тысяч 100 долларов за тройскую функцию что касается рисковых инструментов здесь тоже главная движущая сила американская валюта по евро я разумеется скептик причем очень давно но не забывайте что индекс доллара и евро доллара это практически стопроцентно коррелирующий инструмент и не нужно залазить в оба активы сразу выберите что-то для себя либо вы покупаете доллар если вам понятная точка зрения продаете евро из обновленного новостного фона данные по инфляции еврозоне которые вышли на вчера в целом ничего нового индекс потребительских цен сейчас держится на отметке 2 и 6 процента базовой инфляции на уровне 3 и 1 если тенденция снижения продолжится я думаю то что европейский центральный банк будет или начнет склоняться в пользу более раннего снижения ключевой процентной ставки они так как сейчас это влагать что произойдет в июне скорее всего раньше в апреле или в мае 1 08 в качестве следующего целевого ориентира и при снижении опять же точнее при укреплении позиции доллара эта цель более чем реально уже ближайшие торговые сессии так и рынок нефти здесь с конца прошлой недели я изменил свою точку зрения и все-таки если положиться на фундаментальный фон сейчас он более располагающий к покупкам поэтому собственно с понедельника надо смотреть на нефть и как на актив который может сохранить бычью динамику прогнозы опек международно-этического агентства ожидания снижения запасов нефти сша как продолжение тенденции прошлой недели есть еще фон связанный с именно китайской статистикой позитивными данным промышленному производству и рыночный сантимент вот прямо сейчас скажу конкретные цифры у нефти на данный момент 75 процентов трейдеров находятся в продажах поэтому да есть вероятность ухода в район 88 89 долларов тоже уже в ближайшие торговые сессии далее вот на этих инструментах и остановлюсь сегодня поэтому слово передаю тебе итак всех приветствую давайте пройдемся по по тем активам которые мы прошлый раз давали то есть я разбирал и давал прогнозы по нефти по натуральному газу и по евро доллару да так демонстрация экрана видно мой рабочий экран так нефть марки бренд light принципе там аналогичная картина кто ее торгует по данным инструменту прошлый вторник я советовал покупать на цели называл где-то в район 90 такие среднесрочные мы в принципе сделали там 87 я думаю неплохо на здесь напомню формировался формировалась очень хорошая модель то есть по моей торговой стратегии модельный анализ лонг то есть я в прошлом эфире немножко рассказывал по своей стратегии почему я и как и как и отбираю инструменты все очень просто то есть импульс накопление и отработка наверх на текущий момент кто ранее покупал я бы там какую-то основную часть фиксировал дальше новых точек кода я не вижу можно ли дальше по тренду здесь покупать в принципе да но я такие моменты не торгую поэтому нефть пока новых идей не будет дальше натуральный газ прошлый раз я советовал шерти данный инструмент мы торговались где-то вот здесь на прошлый вторник я целился на обновление вот этих минимумов февраля но я вчера уже вышел с шертов и сейчас дал бы рекомендацию на покупку данного инструмента так как вижу на здесь мы застопорились в районе доллар там 65 условно и в принципе я бы не сказал что здесь прям что-то супер но можно рискнуть небольшим объемом со стоп лоссом обязательно за прошлонедельные минимумы ниже вот этих минимумов то есть можно купить и как вариант может это ближайшее время хорошенько стрельнуть в район там доллар 85 возможно даже два доллара то к этим максимумом на но повторюсь здесь не прям сильно что-то рисуется дальше что касается золота в принципе я с тобой частично согласен что золото находится под давлением и видно что последние там последнюю неделю его сбрасывают то есть вот ну понятно почему потому что ребята которые ранее вот здесь покупали тарились хорошенько золотом пока все шертили да и в принципе я вот здесь советовал покупать золото и мы вот вот этот паттерн который здесь был такой мощный мы его отработали и на текущий момент здесь видно что присутствует давление продавцов на графике то есть у нас идут такие понижающиеся локальные максимумы и у нас образовался такой ключевой уровень поддержки 2 150 и возможно его будут пробивать я лично пока наблюдаю за золотом и и жду сигнала на покупку да то есть это как как вариант несколько дней что нужно ждать если нарисуется я буду покупать то есть это возможно уже скорее всего после заседания фрс если они нарисуют то есть то есть где-то ближе к концу недели а на текущий момент можно ли его шортить потому что есть такие признаки ну можно попробовать скажем если будут его продавливать ниже 2 150 с коротким стоп лоссом условно там где-то 5-10 долларов то можно рискнуть но я я пока лично не торгую его наблюдаю но вот если там кто-то склонен твоему анализу в принципе я подтверждаю что могут этот уровень пробить почему я не покупаю с текущих потому что ну я нацелен на рост золота так как у нас есть давление цены вниз очень сильно так это что касается золота дальше что касается там индекса доллара евро доллара в принципе это одинаковые инструменты я давайте рассмотрю евро доллар в прошлый раз я советовал его покупать присматриваться к покупкам я говорил что там нет такого прям сильного сигнала но я больше за покупки локально был небольшой рост но дальше евро начали продавливать и здесь пока если оценивать евро на текущий момент я бы пока наблюдал то есть покупок здесь пока я не вижу то есть они наверное возможно нарисуется или там сегодня у нас будут там разрешение на строительство если не ошибаюсь статистика по сша и если будут хорошенько выкупать то там среду можно будет присмотреться или уже по факту в среду когда будут новости возможно риторика будет более осторожная потому что если смотреть на последнее заседание которое было когда пауэл выступал где-то это было не фрс что какое-то другое там он где-то выступал и да да в конгрессе да и он так осторожно помнишь так выступал очень аккуратно то есть по поводу дальнейшей политики сейчас ситуация последний там время инфляция чуть подросла ну возможно у него будет если будет риторика там что ну инфляция в рамках и ставки мы пока повышать не будем там плюс минус то если на этой риторике евро покажет хорошее движение наверх то потом я буду присматриваться к покупкам с текущих можно ли его шортить то есть я в движении пока бы пока не лез бы но могут его продавить потому что я раньше вот последний там месяц вот вот это я покупал все время евро и я думал что евро будут дальше очень сильно расти там на принципе так неплохо на день 10 выросли я думал там 1 11 1 12 но возможно я ошибся с анализом таким среднесрочным и вот это все движение которое было наверх это то есть не новый зарождающийся тренд а всего-навсего коррекция и мы дальше будем падать то есть ближайшее время ситуация прояснится и будет более понятно поэтому пока я по евро наблюдаю то есть я дал комментарии там уже смотрите поэтому как то вот так ну еще в двух словах можно сказать по рынку крипты я последние несколько дней когда мы зашли по биткоину по биткоину снова ниже 69 тысяч 69 тысяч это получается вот этот исторический пик который был двадцать втором году и мы здесь как сделали такой ложный вынос этого уровня то есть пробили его и ушли снова вниз то есть и я думаю что биткоин пока возможно будет там делать более какую-то коррекцию я не знаю какая-то величина или возможно она уже закончилась но я бы здесь скажем пока не вижу покупок вот так скажу да и больше за какие-то спекулятивные возможные шорты то есть пока мы ниже 69 здесь можно работать там район там 60 тысяч возможно ниже то есть я не знаю насколько эта коррекция затянется но пока покупок нету то есть вот эти покупки которые были такие на же этаже то есть я думаю что немножко с рынка их вытряхивают вот этих покупателей потому что здесь волатильность конечно такая сильная вот как то вот так виталий спасибо тебе за рекомендации отдельно спасибо за рынок криптовалют ждем заседания финализирует это событие которое повлияет и на рынок криптовалют тоже потому что многие считают что один из основных факторов снижения биткоина монетарные факторы из-за того что доллар укрепляется и он давит соответственно все инструменты в том числе и цифровые тоже ну в общем посмотрим кроме фондового рынка то есть да кстати фондовый рынок это среда которую вообще невозможно напугать ничем инвесторы засели там капитально покупатели ну что давай тогда дождемся заседания федрезерва опять же это событие завтра вечером итоги на следующей неделе вместе пробежимся почти по горячим слезам на следам и посмотрим как вообще какие изменения могут произойти с долларом и с другими активами тоже и далее те традиционно огромное спасибо что подключился выделил время и хороших трейдов ближайшие тебе и всем нашим подписчикам до встречи пока пока